Центральный музей военно-воздушных сил в поселке Монино, можно сказать, один из самых узнаваемых брендов Щелковской земли. Настоящая Мекка для всех любителей авиации. По величине и богатству экспонатов это крупнейший авиамузей в Европе. Несколько десятков тысяч единиц хранения, в том числе около 200 летательных аппаратов. Музей активно развивается, ремонтируются бесценные экспонаты, обновляется и пополняется экспозиция. Только за этот год, по словам начальника музея Александра Зарубецкого, его посетили 96 тысяч человек. Что особенно важно, музей интересен подрастающему поколению. Тут очень много самолетов и тут единственный сохранившийся самолет, на котором летал Иван Семенович Полбин, в честь которого названа наша школа. Мне очень нравится этот музей. Я сам по себе очень люблю самолеты. Я думаю, что я свою профессию свяжу с этим, потому что мне очень интересно и я очень рад, что я побывала в этом музее. Прикольно, потому что так вблизи все, они все такие красивые, большие, вообще само по себе интересно. Так я не особо люблю вот эту всякую военную технику, еще что-то такое, но вот самолеты мне всегда были интересны. Для музея важно продвигать интерес к нему и к истории отечественной авиации вообще именно среди детей и подростков. Один из способов – всероссийский конкурс рисунка, который прошел уже в третий раз. Мы решили, что популяризацию музея можно достичь таким образом, чтобы дети знали и понимали, что такое авиация, чтобы ребенок высказал мысли и выразил их на бумаге. От Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Сочи. В этих рисунках вся география нашей огромной страны. 151 работу собрал в 22-м году конкурс «Сторожи неба». Нынешний конкурс приурочили к 110-летию образования Воздушного флота России и Военно-воздушных сил. Он проводился с апреля по ноябрь. Жюри выбрало 15 лучших работ, по 5 в каждой возрастной группе – 6-8, 9-12 и 13-15 лет. На выставке они отмечены специальным значком. Кульминацией конкурса стала церемония честования юных художников. Среди почетных гостей – герои России, заслуженные военные летчики Анатолий Копыркин и Николай Гаврилов. И еще одно очень узнаваемое лицо. Авиация в жизни знаменитого телеведущего Леонида Якубовича занимает далеко не последнее место. Он тоже летчик. Согласно опубликованным данным, имеет сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации. Освоил три типа вертолетов и несколько типов самолетов. Может управлять самолетом Як-40 и вертолетом Ми-2. Я до сих пор держусь за ручку, слава богу, для меня вообще без этого жить не могу. Тоже совершенно случайно попал и прилип совершенно абсолютно на всю жизнь. Почти все победители смогли приехать, даже издалека. В награду им дипломы, ценные подарки, право на бесплатное посещение музея ВВС. Поблагодарили и их педагогов. В работах детей не просто самолеты и вертолеты. Дети советовались со взрослыми, изучали экспонаты в музее, знакомились с их историей. А для кого-то этот конкурс, возможно, станет ступенью в славную летную профессию. На моем рисунке изображен Як-130. Я рисовал отдельную модель. Но я ходил до этого еще сюда в музей, увидел здесь эту машину, и мне она понравилась, я ее нарисовал. То, что дети рисуют машины, и, кстати, хорошо рисуют. И все-таки это конкурс всероссийский. И все, что вообще объединяет, должно приветствоваться и поддерживаться. Поэтому я аплодирую людям, которые собрали этот конкурс. С участием Леонида Якубовича среди 15 победителей разыграли еще и главный приз, предоставленный спонсорами «Велосипед». Вот где пригодилась фирменная «Вращайте барабан». Телеведущему помогал самый юный участник. Ну, умеешь что-то? Ай! Ну, что сказать. Оливия Крикотень! АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Я хочу к этому велосипеду прибавить еще один приз. Я приглашаю победителей на программу «Поле чудес». Все детские работы конкурса «Стражи неба» объединяет любовь к родине и интерес к авиации. Но в этом году, когда наша страна проводит специальную военную операцию, к изображению летательных аппаратов добавились новые мотивы. Мать и ребенок стоят на обрыве и смотрят на улетающие самолеты. И я хотела выявить ту самую боль, которую очень часто встречается семья, когда отец уходит на войну. И мне очень хотелось это все проявить, чтобы передать чувства. И многие люди просто увидели, каково это. Мой прапрадед как раз-таки был военным, и он как раз-таки был летчиком. Мир. Мирное небо. Мирный самолет. Мирный летательный аппарат. Во всех рисунках, ну, можно сказать, в большинстве рисунков солнце. И вот поэтому же зал хором подпевал этой старой, но такой актуальной сегодня песне в исполнении студии «Юные Александровцы» академического ансамбля песни и пляски российской армии. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.